Всемирный банк выделит свыше 46 миллионов долларов на реализацию проекта iCraft в Узбекистане, который планируется запустить в республиканском масштабе в течение 2023-2028 годов. На эффективную практическую реализацию данного проекта направлено и постановление президента о мерах по реализации проекта, применении инновационных углеродных ресурсов в обеспечении реформ в энергетическом секторе с участием Всемирного банка. Все подробности в материале программы. Чистый воздух, вода, окружающая среда. Факторы, обеспечивающие благополучную жизнь, развитие и прогресс. В последние годы данному вопросу уделяется приоритетное значение с пониманием его значимости и определением необходимых ориентиров. Они обусловлены в частности задачами, определенными в программе перехода на зеленую экономику и обеспечения зеленого роста в республике Узбекистан до 2030 года, предусматривающие достижения ряда важных стратегических целей. На их достижение обеспечение низкоуглеродного развития национальной экономики, в частности промышленности, направлено постановление президента о мерах по реализации проекта применения инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ с участием Всемирного банка. Цель проекта является сокращение углеродных выбросов за счет реформирования энергетического сектора, налаживания международных торговлей углеродными единицами, а также выполнение обязательств республики Узбекистан по шестой статье Парижского соглашения по изменению климата. Для осуществления данного проекта Всемирным банком одобрено выделение нашей стране средств в размере, превышающем 46 миллионов долларов США. Состоит он из компонента соглашения о покупке сокращенных выбросов с объемом финансирования в размере 20 миллионов долларов США и компонента соглашения о покупке результатов смягчения последствий с объемом финансирования в размере 25 миллионов долларов США. Из выделенных средств 18 миллионов долларов выделяется для реформы энергетического сектора и для системы Успауэртрейд, а 7 миллионов долларов для организации группы, которая будет заниматься этим же проектом, а также 6 миллионов долларов для создания кадастра и рейсера парниковых газов и систем МРВ, мониторинг, отчетность и верификация. И 5 миллионов долларов для разработки мер по использованию возобновляемых источников энергии, а также для повышения энергоэффективности, а также для пилотных проектов. В рамках проекта средства в размере 1,25 миллионов долларов будут направлены Всемирным банком от имени Республики Узбекистан в Глобальный фонд адаптации и сокращения выбросов. Выделяемые в качестве дополнительного технического содействия 2 миллиона долларов направляются на финансирование работ по развитию институционального потенциала и созданию инфраструктуры контроля выбросов парниковых газов. Документом утверждаются основные направления проекта применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ и объем выделяемых на них средств. Проект будет переводиться в практическую плоскость с течения 2023-2028 годов в республиканском масштабе. С созданием группы его реализации расширяется проектный офис «Центр проектов зеленой экономики», созданный в системе Министерства экономики и финансов в форме государственного учреждения. Предусматривается постепенное совершенствование тарифной политики в сфере электро- и газоснабжения. Согласованная цена за одну тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента соглашения о покупке сокращенных выбросов проекта составляет 15 долларов США. За одну тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента соглашения о покупке результатов смягчения последствий проекта – 30 долларов США. Определено в трехмесячный срок подписание соглашений с принимающей стороной, а также о покупке сокращенных выбросов и результатов смягчения последствий со Всемирным банком, являющимся попечителем фонда преобразования углеродных активов. Речь и о разработке базы данных по создаваемому реестру парниковых газов и системе мониторинга, отчетности и верификации в рамках создаваемой онлайн-платформы «Зеленой экономики». Онлайн-платформа «Зеленой экономики» создается для того, чтобы ввести единую онлайн-базу, в которой ведется учет всех парниковых газов в республике. И данная платформа будет содержать всю информацию по поводу «Зеленой экономики». До 1 июля будущего года намечается внедрение системы «Зеленой таксономии», обеспечивающей возможность экологической классификации видов экономической деятельности. И это очень важные шаги на фоне ускоренного развития страны, чтобы ее современные очертания не заслоняли собой чистоту окружающей среды, а наоборот, олицетворяли бережные к ней отношения – рациональное использование энергоресурсов.